В повести Валентина Катаева, уже написан Вертер, воссоздается атмосфера Одессы 1920-х годов, времен Красного Террора. Главный герой повести, молодой художник, воспринимает страшную действительность как сон. В его сознании проходят жуткие картины допросов и расстрелов в чекистских подвалах. С ужасом действительности контрастируют мирные детские воспоминания героя. Слепые рыбы Всю неделю румянцем багряным пламенели холодной зорей и дышало студеным туманом непривычно стеклянное море. Каждый день по знакомой дороге мы бежали к воде, замирая, и ломила разутые ноги до коленей вода ледяная. По песчаной морщинистой мели мы ходили, качаясь от зыби, и в прозрачную воду смотрели, где блуждали незрячие рыбы. Из далекой реки, из Дуная шторм загнал их в соленое море, и ослепли они, и, блуждая, погибали в незримом просторе. Били их рыбаки острогою, их мальчишки хватали руками, и на глянцевых складках прибоя рыбья кровь распускалась цветами. Валентин Катаев, 1920 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Валентин Катаев Уже написан Вертер Повесть Москва, панорама, 1992 год Убегают рельсы назад, и поезд увозит его в обратном направлении, не туда, куда ему бы хотелось, а туда, где его ждет неизвестность, неустроенность, одиночество, уничтожение. Все дальше и дальше и дальше и дальше. Но вот он неизвестно, каким образом оказывается на вполне благополучном дачном полустанке, на полузнакомой дощатой платформе. Кто он, не представляю. Знаю только, что он живет и действует во сне. Он спит. Он спящий. Ему радостно, что его уже больше не уносит в неизвестность и что он твердо стоит на дачной платформе. Теперь все в порядке. Но есть одна небольшая сложность. Дело в том, что ему надо перейти через железнодорожное полотно на противоположную сторону. Это было бы сделать совсем нетрудно, если бы противоположную сторону не загораживал так что прибывший поезд, который должен простоять здесь всего две минуты. Так что благоразумнее было бы подождать, пока поезд не уйдет, и уже спокойно, без помех, перейти через рельсы на другую сторону. Но неизвестный спутник, хотя и мягко, но настойчиво, советует перейти на другую сторону через загораживающий состав. Тем более, что такого рода переходы делались много раз, особенно во время гражданской войны, когда станции были забиты эшелонами. И постоянно приходилось пробираться на другую сторону, закипиточком, под вагонами, под бандажами, опасаясь, что каждую минуту состав тронется, и он попадет под колеса. Теперь же это было гораздо безопаснее. Подняться по ступеням вагона, открыть дверь, пройти через тамбур, открыть противоположную дверь, спуститься по ступеням и оказаться на другой стороне. Все было просто, но почему-то не хотелось поступать именно таким образом. Лучше подождать, когда очистится путь, а потом уже спокойно, не торопясь, перейти через гудящий рельс. Однако спутник продолжал соблазнять легкостью и простотой перехода через тамбур. Он не знал, кто его спутник, даже не видел его лица. Он только чувствовал, что тот ему кровно близок. Может быть, покойный отец, а может быть, собственный сын, а может быть, это он сам, только в каком-то ином воплощении. Он сошел с платформы на железнодорожное полотно, поднялся по неудобным, слишком высоким ступеням вагона, легко открыл тяжелую дверь и очутился в тамбуре с красным тормозным колесом. В это время поезд очень легко, почти незаметно, медленно тронулся. Но это не беда, сейчас он откроет другую дверь и на ходу сойдет на противоположную платформу. Но вдруг оказалось, что другой двери вообще нет. Она не существует. Тамбур без другой двери, это странно. Но это так. Объяснений нет. Двери просто не существует. А поезд оказывается курьерским, и он все убыстряет ход. Стремительно несутся рельсы. Прыгнуть на ходу обратно? Опасно, время потеряно. Ничего другого не остается, как ехать в тамбуре курьерского поезда, уносящегося опять куда-то в обратную сторону, еще дальше от дома. Досадно. Но ничего. Просто небольшая потеря времени. На ближайшие станции можно сойти и пересесть во встречный поезд, который вернет его обратно. Предполагается, что поезда ходят по летнему расписанию. Очень часто. Однако до ближайшей станции оказывается неизмеримо далеко. Целая вечность, и неизвестно, будет ли вообще встречный поезд. Неизвестно, что делать. Он совершенно один. Спутник исчез, и быстро темнеет. И курьерский поезд превращается в товарный с прежней скоростью, несет его на открытой площадке в каменноугольную тьму осенней железнодорожной ночи с холодным пыльным ветром, продувающим тело насквозь. Невозможно понять, куда его несет, и что вокруг. Какая местность? Донбасс, что ли? Но теперь он уже идет пешком, окончательно потеряв всякое представление о времени и месте. Пространство сновидения, в котором он находится, имело структуру спирали, так что, отдаляясь, он приближался, а приближаясь, отдалялся от цели. Улитка пространства. По спирали он проходил мимо, как будто знакомого недостроенного православного собора, заброшенного и забытого среди пустыря, поросшего бурьяном. Кирпичи почернели, стены несколько расселись, из трещин торчали сухие злаки. Из основания неосуществленного купола византийского стиля росло деревце дикой вишни. Тягостное впечатление от незавершенности строения усиливалось тем, что почти черные кирпичи казались мучительно знакомыми. Кажется, из них было сложено когда-то другое строение. Не такое громадное, а гораздо меньше, возможно, тот самый гараж у полуоткрытых ворот, которого стоял человек, убивший императорского посла для того, чтобы сорвать Брестский мир и разжечь пожар новой войны и мировой революции. Его кличка была на ум бесстрашной. Лампочка слабого накала, повешенная на столбе с перекладиной возле гаража, освещала его сверху. Он стоял в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт кожаной куртки. На его курчавой голове был буденовский шлем с суконной звездой. Именно в такой позе он недавно стоял у ворот Урги, где только что произошла революция, и наблюдал, как два стриженных цирика с лицами, похожими на глиняные миски, вооруженные ножницами для стрижки овец, отрезали косы всем входившим в город. Косы являлись признаком неизвернутого феодализма. Довольно высокий сток этих черных, змеиноблестящих, тугозаплетенных кос виднелся у ворот, и рядом с ним на ум бесстрашный оказался в облаках пыли призраком. Улыбаясь щербатым ртом, он не то чтобы просто говорил, а как бы даже вещал, обращаясь к потомкам с шепелявым восклицанием, отрезанный косы от урожая реформы. Ему очень нравилось выдуманное им высокопарное выражение «урожая реформы», как бы произнесенное из трибуны конвента или написанное самим Маратом в друге народа. Время от времени он повторял его вслух, каждый раз менял интонации и без труда проталкивая слова сквозь толстые слюнявые губы порочного переростка, до сих пор еще не сумевшего преодолеть шепелявость. «Полон рот каши!» Он предвкушал, как, вернувшись из Монголии в Москву, он произнесет эти слова в стойле пегаса перед испуганными и машинистами. А может быть, ему удастся произнести их перед самим Львом Давыдовичем, которому они непременно понравятся, так и вполне были в его духе. Теперь он, нетерпеливо помахивая Маузером, ожидал, когда все четверо, бывший предгубчика Макс Маркин, бывший начальник оперативного отдела по кличке Ангел Смерти, женщина из сексот Инга, скрывший, что она жена бежавшего юнкера, и правый эсэр Савенковиц, бывший комиссар временного правительства некий Серафим Лось, наконец, разденутся и сбросить свои одежды на цветник сизых петуний и ночной красавицы. Среди чернотой ночи лампочка так немощно светилась, что фосфорически белели одни лишь голые тела раздевшихся. Все же остальные, не раздевшиеся, почти не виделись. Четверо голых, один с другим, входили в гараж, и когда входила женщина, можно было заметить, что у нее широкий таз и коротковатые ноги. А в облике четвертого в его силуэте было действительно что-то сахатое. Они были необъяснимо покорны, как все, входившие в гараж. Но эта картина внезапно исчезла в непроглядном пространстве сновидения, а спящий уж находился среди недостроенных зданий мертвого города, где, однако же, как ни в чем не бывало, проехал хорошо освещенный внутри электрический трамвай с вполне благополучно, несколько старомодными дореволюционными пассажирами, выходцами из другого мира. Некоторые из них читали газеты и были в Панамках и Пинсне. К несчастью, маршрут трамвая не годился, так как вел в обратную сторону, в сторону желтых маков, на хилых дикаденских ножках, туда, где в тучах пыли угадывались многоярусные черепичные крыши с приподнятыми углами буддийских храмов, угнетающие пустынные, непомерно обширные, раскаленные солнцем монастырские дворы и крытые черепицы ворота, охраняемые четырьмя идолами. Подво с каждой стороны их ужасные раскосы, размалеванные лица и звездково-белые, желтые, красные и черные, отпугивающие злых духов, хотя сами тоже были злыми духами. Злые духи рая отпугивали злых духов ада. Однако, если бы трамвай, значит, где-то имелась стоянка такси, действительно виднелась длинная вереница свободных такси со светляками, подававших надежду выпутаться из безвыходного положения. Он приблизился к стоянке и вдруг обнаружил, что забыл, куда надо ехать. Адрес исчез из памяти, так же, как исчезла вторая дверь в тамбуре, благодаря чему его унесло неведомо куда. Ах, как было бы хорошо сесть в свободное такси, произнести магические слова адреса и погрузиться в сладостное ожидание. Пришлось опять одиноко передвигаться во враждебном пространстве сновидения, уносившем все дальше и дальше от цели. Удаление в то же время являлось и приближением, как бы моделируя перпетуум мобили кровообращения. Вероятно, в это время сердечный мускул сокращался с перебоями, даже на миг останавливался, и тогда внезапно кабина испорченного лифта падала в шахту, сложенную все из того же кирпича. Он находился в лифте и вместе с ним падал в пропасть, хотя в то же время как бы со стороны видел падающий ящик испорченного лифта в пропасти лисичной клетки между третьим и четвертым этажами этого ужасного здания. Все вокруг было испорчено. Еле держалось, каждый миг грозило обрушиться падение с обморочной высоты погашенного маяка, некогда нового, прекрасного на фоне летнего моря с итальянскими облаками над горизонтом, а теперь одрехлевшего, с облупившейся штукатуркой и обнаженными кирпичами, все того же венозного цвета. Разрушающуюся дачу тянул вниз оползель. Половина ее уже съезжала на берег вместе с частью обрыва, спящий хватался за корни бурьяна и повисал на их хрупких нитях, рискуя каждый миг сорваться и полететь в прекрасную пропасть. Обнаженная роща нервной системы, двухцветный вензель кровообращения, перепады кровяного давления. Из глубины памяти непроизвольно извлекались давно уже умершие люди, они действовали как живые, что придавало сновидению недостоверность. Иные из этих ненадолго оживших казались совсем не теми, за кого их можно было принять, а были оборотнями. Например, Лариса Германовна. Оставаясь матерью Димы, она одновременно оказывалась и другой женщиной, тоже уже покойной, гораздо более молодой, порочно привлекательной, коварной, от которой произошли все несчастья. Впрочем, она не ушла от возмездия. Покойная Лариса Германовна бежала, как живая, мимо водопроводной станции, сложенной все из тех же проклятых кирпичей. Она была в старом летнем костюме, пропотевшем под мышками и в высоких ботинках из потертой замши на пуговицах. Она оказалась излишне торопливой, что не соответствовало ее обычной дамской походке, полной собственного достоинства. Когда-то он видел ее за праздничным столом, накрытым крахмальной скатертью, как бы отлитой из гипса. Лариса Германовна сидела на хозяйском месте и черпала из прямоугольной фарфоровой супницы с серебряной разливательной ложкой суп-крем-досперш, который распределяла по кузнецовским тарелкам, а горничная разносила их по гостям. К супу-крему-досперш подавались крошечные слоеные пирожки с мясом, такие вкусные, что невозможно было удержать, чтобы не взять еще один или даже два, а потом украдкой вытереть промаслившиеся пальцы, а гимназические брюки, что никогда не укрывалось от ее якобы рассеянного взгляда сквозь стекла золотого пенсона, причем породистый нос ее слегка морщился, хотя она и делала вид, что ничего не заметила. Весной и в начале лета она страдала от сенной лихорадки. Воскресный обед на открытой террасе ввиду моря, отражавшего колонну маяка и расчленявшего его на горизонтальные полоски. Общество приятелей ее мужа, известного адвоката, архитекторы, писатели, депутаты Государственной Думы, яхтсмены, музыканты, длинные винные пробки с выжженными французскими надписями, запах гаванских сигар, теснота, место за столом как раз против ножки стола, о которую стукались колени. Конечно, Дима был центром внимания. «Мой мальчик, прирожденный живописец!» восклицал за обедом Димин папа своим адвокатским альтом, сладким и убедителем. Не правда ли у него что-то от врубеля, от его сирени? Белый жилет, обручальное кольцо, золотые запонки. Сновидение несло вместе со всеми гостями вверх по лестнице в ту заветную комнату, пронизанную после обеденным солнцем, который назывался его студии. Большой мольберт с твихоршинным картоном, пир в садах Гамилькара. На стуле большой плоский ящик с пастельными карандашами, уложенными в шелковистую вату, как недоношенные младенцы. Гости смотрели на картину в кулак. Лариса Германовна тоже смотрела на картину в кулак. Все восхищались Димой, но, кажется, Лариса Германовна чувствовала неловкость. Все-таки это была детская работа. Мальчика-реалистика, прочитавшего Саламбо. Она представлялась императрицей Екатериной Второй. Даже у ее стенной лихорадки, заставлявшей пухнуть и розоветь нос, и слезиться глаза, было нечто августейшее. Но с какой скоротечностью все это разрушилось. Теперь ее движения на фоне кирпичной стены водопроводной станции были беспомощно порывисты. Кошелка с тускло блестевшими помидорами нищенски болталась в руке. Она смотрела, не узнавая, а потом вдруг узнала, и в лицо исказилось. «Вообрази!» — сказала она, рыдая. Нетрудно было вообразить, как она сначала побежала в тюрьму, где у нее не приняли передачу, сказав «не числится», значит, он еще там. Она хрустнула пальцами без колец и побежала прочь, торопясь предпринять неизвестно что для спасения сына. Нас несло по раскаленным улицам, но ее невозможно было догнать. И она все время уменьшалась, уменьшалась в перспективах неузнаваемо переменившегося города, как бы составленного из домов еще неразрушенных землетрясений, мы уже лишенных привычных вывесок. Она превратилась в пятнышко, еле различимое в безвоздушном пространстве, а кровообращение сна уносило спящего в обратную сторону. Неумолимо удаляя от неясной цели, и в то же время чем дальше, тем ближе к полуциркульному залу бывшего иллюзиона Островского, а ныне общественной столовой, где за квадратными столиками, покрытыми вместо скотертей газетным срывом, обедали по карточкам так называемые совслужащие и работники изогита, среди которых можно было узнать, хоть и не без труда, Диму, непохожего на себя, так как он был коротко острижен под машинку, и вместо гимнастерки на нем была надета шитая из палатки толстовка, универсальная одежда того времени. Или, если хотите, той легендарной эпохи, даже эры. Нежные шеи скорее девушки, чем молодого мужчины, бывшего юнкера-артиллериста. Когда они, Дима и его сотрапезница, заканчивали обед, состоящий из плитки с прессованной ячной каши, с каплей зеленого машинного масла, к ним сзади подошли двое. Один в сатиновой рубахе с расстегнутым воротником, в круглой кубанке, другой в глифе, кожаной куртке, чернокурчавой, как овца. У одного наган, у другого маузер. Они даже не спросили его имени, а только с неистребимым ростовским акцентом велели не оборачиваться, выйти без шума на улицу и идти вниз по греческой, но не по тротуару, а посредине мостовой. Его деревянные сандалии щелкали по гранитной брусчатке. Редкие прохожие испытывали, глядя на него, не сочувствие, а скорее ужас. Одна старушка с мучительно знакомым лицом доброй няньки выглянула из-за угла и перекрестилась. Ах, да! Это была Димина нянька, умершая еще до революции. Она провожала его печальным взглядом. Но почему же взяли его? Они взяли туз, который он обедал. Она бросала в рот последние крошки пайкового хлеба, собранные с стола в горсть. На ее верхней губе виднелся небольшой белый шрам, который не портил ее грубоватого, но красивого лица. В столовой было полно обедающих художников и поэтов изогита товарищей Димы по работе, однако ни один из них как бы ничего не заметил. Дима просто исчез. Теперь сновидение несло его вниз по греческой вслед за Димой по заржавленным рельсам, давно уже без действующего электрического трамвая. Рельсы, вделанные в брусчатку и засыпанные сухими и опавшими цветами белой акации, как бы вводили его вниз в тот невообразимый мир, который прятался где-то по правую руку от массивных сабанских казарм. Там, возле проходной будки, стоял часовой китаец в черных обмотках на худых ногах. Чем быстрее спускались вниз по улице, тем быстрее деформировалось сознание Димы. Еще совсем недавно это было сознание свободного и свободномыслящего человека, сына, возлюбленного, гражданина, художника, даже мужа. Ну да, он был уже мужем, потому что накануне женился на этой женщине, что казалось до странности несложно. Они зашли в бывший табачный магазин, а с Вадурова еще не выветрился запах турецких и сухумских табаков и вышли оттуда мужем и женой. Районное отделение записи актов гражданского состояния. Документов не требовалось, да их и не было, кроме служебных мандатов. Они только поставили свои подписи, она несколько замялась и, прикусив губу аккуратным византийским почерком, вывела свое имя и новую фамилию. Имя ее оказалось Надежда. Надя, но она тут же пожелала воспользоваться случаем и переменила его сначала на гильотину, но раздумала и остановилась на имени Инга. Теперь она была Инга, что оказалось романтичным и в духе времени. Для него все это было так ново и так прекрасно и так пугающе рискованно, ведь он толком не знал, откуда она взялась и кто она такая. Ставшие мужем и женой они даже не поцеловались, это было не в духе эпохи. Ани вышла на пламенную Дерибасовскую, где в те вышедшие навсегда года стоял единственный громадный пирамидальный тополь, может быть, еще времен Пушкина, сверху донизу облитый тугоплавким стеклом полудня. Столетний тополь как бы возглавил улицу. Дима шел вниз по греческой, запинающейся походкой, как будто торопясь к своему концу. Те двое шли сзади, он обонял их запах, жарких немытых тел, запах наплечных ремней, оружейного масла, которым был смазан маузер, запах швейной машинки. Жизнь разделилась на до и после. До его мысль была свободна, она беспрепятственно плавала во времени и пространстве, теперь она была прикована к одной точке. Он видел вокруг себя мир, но не замечал его красоты. Еще недавно совсем его мысль то улетала в прошлое, то возвращалась в настоящее, теперь она стала неподвижной. Он замечал лишь то, что приближало его к развязке. В давно немытой витрине бывшего мехового магазина все еще виднело страченное море чучело уссурийского тигра с обломанными усами, и оно приближало его к развязке, так же, как выгоревший на солнце флаг над мраморным входом в бывшую банкирскую контору, где теперь разместился горсовет. Красногубый, обогренные кровью руки, скрюченные пальцы. Это видение изнуряло сознание Димы. Бесконечную ночь сыпного тифа и неустранимый свет, висящий над ним электрической лампочки, обливал палату магическим заревом ледяного полярного сияния. В дверях палаты стояла его мама, Лариса Германовна, с муфтой в руках и на ее лице Митти читал отчаяние. Но все-таки почему вместе с ним не взяли Ингу? Теперь он приближался к развязке. Это же не был сыпнотифозный бред, а скучная действительность, не оставляющая надежды на чудо. Но, может быть, они не знают об его участии, а только предполагают? Нет материала, нет доказательств. В таком случае есть еще надежда. Надо быть начеку. Язык за зубами, ухо востро, ни одного лишнего слова. Все-таки откуда они могли узнать. Все было так надежно скрыто. Да, собственно, в чем его вина? Ну, положим, он действительно передал письмо, но ведь он мог не знать о его содержании. Одно, единственное письмо. В собрании на маяке он не участвовал. Только присутствовал, но не участвовал. И то лишь один раз. Случайно. Так что, можно считать, совсем не участвовал. Во всяком случае, откуда они могли узнать? Вообще он не сочувствовал этой затее, которую теперь могут посчитать заговором. Может быть, сначала сочувствовал, хотя и не принимал участие, но скоро разочаровался. В конце концов, он уже стоял на платформе советской власти. Довольно переворотов. Их было по крайней мере семь. Дениккенцы, Петлюровцы, Интервенты, Гетмановцы, Зеленые, Красные, Белые. Пора остановиться на чем-нибудь одном. Он остановился. Пусть будет Советская Россия. Он честно работал в Изагите, хотя художником оказался не очень хорошим, дилетантом. Много ненужных подробностей. Передвижничество. Другие художники из Угита по сравнению с ним были настоящими мастерами, острыми и современными. Их революционные матросы, написанные в духе Матисса на огромных фанерных щитах, установленных на бульваре Фельдмана, были почти условны. Черные брюки-клеша, шафран на желтые лица в профиле, георгиевские ленты без козырек, вьющиеся на ветру, ультрамариновое море с серыми утюгами броненосцев на мачтах красные флаги. Это вписывалось в пейзаж Приморского бульвара с платанами против бывшего дворца генерал-губернатора и бывшей гостиницы лондонская. Левый, левый, левый. На чугунной печурке грелись банки с кливыми красками, толстые малярные кисти, кусок картона, на нем грубо намалеванная фигура барона Врангеля в папахе, белой черкески, с черными газырями, летящего в небе над крымскими горами, и низу стишок. По небу полуночи Врангель летел и песню предсмертную пел. «Товарищ барона, бери на прицел, чтоб ахнуть барон не успел». Врангель еще держался в Крыму и в любую минуту мог высадить десант. С запада наступали белополяки, разбившие под Варшавой Троцкого, который нес на штыках мировую революцию, хотя Ленин и предлагал мирное сосуществование. Пирил Суцкий уже перерезал дорогу на Киев, его войско стояло где-то под Уманью, под Белой Церковью, под Кадымой, под Беру Зулой. Ходили слухи, что уже заняты вопнярка и раздельны. Может быть, он сделал глупость, что стал работать в Изогите и нарисовал Врангеля. Впрочем, он не верил в возможность нового переворота. Как от ни странно его манила романтика революции. Конвент, полирояль, зеленая ветка Демулена, сайра, сайра. Он уже успел прочесть Боги и жаждут, и в него как бы вселилась душа Эвариста Гомелена, члена секции нового моста. Как волшебно это звучало, хотя его самого уже вели по другому мосту, по Сабанеевскому, за пиками которого в полуденной жаркой мгле виднелся безлюдный порт со всеми его голыми причалами и остатками сожженной эстакады. И внезапно захвативший его страсть к девушке из народа, в которой он видел Труань де Мерикур, ведущего за собой толпу санкелотов, красный фрегийский колпак и классический профиль, что-то от Огюста Барубьей, стихи которого собачий пир в переводе Курочкина любил декламировать перед гостями его отец, едва сдерживая слезы восторга. Эти стихи повторялись в Диминой памяти в такт кастаньетам его деревянных сандалей. Свобода женщина с упругой мощной грудью, с загаром на щеках, с зажженным фитилем, приложенным к орудию, в дымящей с руке. Свобода женщина широким твердым шагом со взором огневым, под дымом боевым, и голос у нее ни женственной сопрано, ни жерл чугунных ряд, ни медь колоколов, ни шкура барабана его не заглушат. Свобода женщина, но сладострасти щедрым избранникам верна, могучих лишь одних своим приемлет недром могучая жена. Когда-то ярая, как бешеная дева, явилась вдруг она, готовая дать плод от девственного чрева, грядущая жена. Она была его женой. Но почему все-таки ее не взяли вместе с ним? Он уже почти бежал. С поразительной ясностью он понял, что погиб, и уже ничто его не спасет. Может быть, бежать? Но каким образом? Бежал же на днях один поручик, которого вели по городу из особого отдела в губчика. Поручик бросил в глаза конвойным горсть табачных крошек и, добежав до парапета, спрыгнул вниз с моста и скрылся в лабиринте портовых переулков. Он быстро шел к развязке и завидовал поручику, но сам на такой поступок был не способен, да и табака в кармане не нашлось ни крошки. Ах, если б хоть щепотка или соли, он бы, но нет, он бы все равно ничего не сделал, он был трус, они все равно пальнули бы сзади в его лопатки эти двое. Они тотчас прочитали его мысли, господин юнкер, иди аккуратней, не торопись, успеешь. Его ужаснуло слово успеешь. Дверь на блоке завизжав открылась, точно была не входом в ад, а дверью сарая. Мимо желтой статуэтки китайца все трое вошли в комендатуру, скучную, как провинциальное почтовое отделение. С той лишь разницей, что вместо царского портрета к стене был придавлен кнопками литографический портрет Троцкого с винтиками глаз за стеклами пенснами заправы. Мир сузился еще более. Проходя по запущенному цветнику, он увидел тот самый гараж, о котором в городе говорили с ужасом. Ничего особенного, темные кирпичи, запертые ворота, смутный запах бензина. Кровообращение сна уносило его все дальше и дальше. В безлюдную область, пересеченной местности, покрытой слоем каменно-угольной пыли, где среди труднопроходимых отвалов шлака моталась белая бабочка сердцебиения, ища выхода из пещеры сна. Белая бабочка была также и веером в руке матери. Молодой прекрасной как-то красавица гимназистка по фамилии Венгржановская, с которой он некогда танцевал хиаватту на скользком паркете, усыпанном разноцветными кружочками конфетти. Волосы распущены, она с отчаянием рвется в какую-то закрытую дверь на блоке, стучится кулаками и не может достучаться. Известно, что туда есть еще какой-то другой ход, открытый, не запертый, но для того, чтобы им воспользоваться, надо сначала подняться на лифте. Мы поднимаемся вместе с ней на испорченном лифте, каждый миг готовым развалиться и сорваться с остального троса. Пол лифта под ногами шатается, доски расходятся, зевят щели, и мы падаем вместе с испорченной кабиной в неизберимую глубину шахты, и, кажется, никакая сила в мире не может нас спасти. Однако я спокоен, так как я знаю, что все окончится благополучно и лифт своевременно остановится. Просто был выбран неверный способ проникнуть туда, куда рвала, саблеваясь слезами, Лариса Германовна, старея на глазах. Они опускаются в подвал семиэтажного дома. Необходимо пройти еще несколько миль в плохо освещенном подземном коридоре, пригибая голову под низкопроложенными трубами отопительной системы. Трудно, очень трудно. Задыхаются, но зато подземный коридор выводит их куда надо. А куда надо? Надо на волю. Наконец, впереди открытые дей и дневной свет свободы. Они выходят наружу, но оказываются в безвыходном пространстве внутреннего дворика. На первый взгляд без выхода. Впрочем, оказывается, выход есть. Незаметные ворота, ведущие на улицу. Ворота, к счастью, открыты, их забыли запереть. Сквозь короткий туннель открытых ворот они выходят на безлюдный проспект, пролегающий в безрадостной пустынной пересеченной местности конца и края, которой не видно. А ворота, откуда они только что вышли, и семиэтажный дом, и дворик, и подземный коридор, все уже исчезло. И они на миг задерживаются среди непонятного пространства с обломками кирпичных стен, с насыпями, осыпями, оползнями, и уже хорошо знакомая магнитная сила продолжающегося сновидения несет их куда-то в обратную сторону. Удаляясь, они приближаются. И вот уже перед Ларисой Германовной опять дверь на блоке, и перед ней желтый китаец в черных обмотках с трехлинейной винтовкой у ноги. Она умоляет впустить ее в комендатуру, но китаец стоит неподвижно, как раскрашенная статуэтка. Фаян свое лицо, черные брови, узкие змеиные глаза, рот без улыбки. Она унижается, она плачет, он неподвижен, она маленькая, еще более постаревшая, стоит перед запертой дверью, уже превратившейся в глухую кирпичную стену, за которой угадывается залитый солнцем запущенный палисадник, сухая клумба петуни, заросших бульяном, бассейн без воды, с пирамидкой наздреватых камней и заржавленной трубкой. Некогда это был фонтан, окруженный радугой водяной пыли, плохо прижившейся липки, почти не дающей тень. Эту мирную картину запустения видел сын, и она на миг успокоила его, но дорожка, покрытая успевшим запылиться морским гравием, по-дачному скрипевшим под ногами, оказалась слишком короткой. Она подарила ему совсем небольшой кусочек жизни, земного бытия с травой и солнцем. Может быть, это было прощание с миром, с воробьями, которые прыгали возле полуподвальных окон на три четверти забитых косыми деревянными щитами, откуда невидимые люди бросали им кусочки черного хлеба. Завизжала еще одна дверь на блоке. Он стал подниматься по лестнице черного хода по такой обыкновенной и совсем не страшной древолюционной лестнице черного хода с чугунными узорчатыми ступенями, крашенными чернилами, запахом кошек. Он успокоился. Ну, лестница как лестница. Как обычно, на площадке этажей выходили кухонные двери. Комиссар, которому его передали в комендатуре, деликатно, почти нечувствительно подталкивал его в спину стволом нагана. Они поднимались все выше и выше мимо мертвого лифта, повисшего между этажами на заржавленном тросе. Лифт из одного из моих постоянных сновидений. Спящий и я временами сливались воедино. этажи четвертые, пятые площадки без мусора, протертые для дезинфекции керосином. Сладко пахнет белый керосин. Но какая неестественная тишина. Лишь отдаленный стук пишущих машинок, щебетание крови. Зелень садика неумолимо уходила вниз, и уже в окнах показалась черепичная крыша противоположного дома с кошкой возле трубы, выше которой была уже пустота равнодушного неба. Еще один этаж, теперь вокруг было одно чистое небо, по такому небу могли бы летать ангелы. Послышали шаги. На площадку шестого этажа вышла девушка в гимназическом платье на беспередника. Красавец! Породистый подбородок дерзко вздернут и побелел от молчаливого презрения. Шея оголена. Обычный кружевной воротничок и кружевные оборочки на рукавах отсутствуют. От этого шеи и руки кажутся удлиненными. Туфельки кое-где потертые до белизны. Сзади комиссар с наганом. Копия его комиссара. В обоих нечто троцкое, чернокоженное. Провнявшись, комиссары обменялись взглядами, как встречные корабли обмениваются в море, при спускании флагов постранились, пропуская друг друга. Один вел свою с допроса вниз, другой своего на допрос вверх. Ее щеки горели. Точеный носик просветлел, как слоновая кость, знаменитая Венгрожановская, самая красивая гимназистка в городе. Именно с ней он когда-то танцевал хиавату, он ее узнал. Она его не узнала. Полька, аристократка, тогда от нее пахло резидой, ее имя повторялось в городе. Теперь она тоже повторялась, но уже в другом роде. Она была участницей польско-английского заговора. Они решили поднять восстание, захватить город и, перебив комиссаров и коммунистов, передать его Великой Польше от моря до моря войску маршала Пилсудского. Старая мечта польской шляхты завладеть этим городом на Черном море. Теперь их всех, конечно, уничтожат, может быть, даже сегодня ночью вместе с ним. Но берется человек двадцать, их хватит для одного списка. Заговор англо-польский и заговор врангелевский на маяке работы на час. Говорят, что при этом не отделяют мужчин от женщин. По списку, но перед этим они все должны раздеться до нога. Как родился, так уйдет. Неужели Венгржановская тоже разденется на глазах у всех? Сначала с усилием снимет через голову тесное гимназическое платье с узкими рукавами, потом рубашку, кружевные пантелоны, чулкины еще детских резиновых подвязках, маленькие груди, нематые тела, каштановый пушок, гусиная кожа. Спускаясь по лестнице, она посмотрела на него. Может быть, узнала и удивилась. Высокомерно и вместе с тем подбодривающего смехнулась краем искусного рта, родинка на шее под маленьким мухом. Не задерживайтесь, проходите. Стоптанные каблуки застучали вниз по ступень. Ему велели подняться еще на один марш. Площадка седьмого этажа, седьмое небо. На один миг он как бы повис в пустоте неба. Над Марлжевской улицей, над Александровским парком с кирпичными сквозными арками старинной турецкой крепости. Морской простор. Как прекрасен, свободен и необъятен был мир, который у него отнимут. Комиссаров передал его следователю, сказав, последний из маяков. Садитесь, сказал со вздохом следователь, измученный предыдущим допросом. Отлегло от сердца, значит, не здесь и не сейчас, еще, может быть, долгое следствие, допросы, очные ставки. Но все-таки как же все это получилось? Неужели я тогда не разорвал записку, а только хотел разорвать и сжечь? Сейчас все выяснится, ведь, собственно, я ничего не совершил, только маяк. стул стоял напротив окна, нарочно так поставили, он сел, на его лицо упал желатиновый закатный свет, церковный свет, следователь оставался в тени, молодое, неразборчивое лицо, уже не мальчик, но еще и не вполне молодой человек, юноша, носатый, лошадиные глаза, на громадном письменном столе возле локтя кольт, источающий запах смазки, шикарный кабинет с кожаными бью. Может быть, здесь недавно жил какой-нибудь адвокат, коллега отца? Не будем отнимать друг у друга время, его у вас еще меньше, чем у меня. Вы меня, конечно, не знаете, и знать не хотите. Я вас, представьте, помню, однажды я был у вас на даче, нет-нет, отнюдь не в гостях, красил террасу, приходилось подрабатывать, балуетесь живописью? Я сам живописец, учился в художественном, главным образом работал по пейзажу, но как Исаак, Левитан и так далее, не закончил. Средств не хватило, выперли. А вы покушаетесь на исторические полотна, а? Пирс Адах Гамилькар? Ого-го! Рабы распятые на крестах, красный огонь и черный дымкостров, неверная перспектива и все это почему-то пастелью. Конечно, пастелью легче. Ни цвета, ни формы, детский рисунок, ну и еще бы. Богатый папаша, ему ничего не стоит купить своему гениальному вундеркинду ящик пастельных карандашей. Десять рублей, пустяки. Мамочкин сынок будет создавать репинские полотна. Я знаю, перед самой войной папочка возил вас в Санкт-Петербург, пытался по протекции впихнуть вас в Академию художеств. Но вы с треском провалились, только напрасно опозорились. А теперь папаша драпанул вместе с добровольческой армией в Константинополь, захватив с собой красотку из Альказара. Мамочка осталась на бабах и распродает барахло, а вундеркинд подался в контрреволюцию. Следователь склонил темное лицо и порылся в ящики стола. Его слова были грубы, справедливы и ужасны. Но еще страшнее было полотнище кумача с лозунгом «Смерть контрреволюции». Это знамя он уже видел на первомайской демонстрации. Его несли во главе колонны сотрудников губчика. На стене под знаменем висел знакомый портрет пенснэм без оправы, винтики невидящих глаз, обещающих смерть и только смерть. «Займемся», сказал следователь. «Имейте в виду, все ваши уж сидят у нас в подвале. Вы последние, так, может быть, обойдемся без лишней болтовни?» Закатив зрачки и, упершись в него белками конских глаз, упершись руками в край лакированного стола с таким напряжением, что даже привстал, следователь сказал. «Ну так как же?» «Хорошо», произнес Дима, с трудом преодолевая тошноту страха. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Первое слово, произнесенное им после того, как те двое подошли к нему сзади в неестественно просторном полуцеркальном помещении столовой, где некогда в легендарном минувшем показывали знаменитую панораму Голгофа, смотреть которую водили маленького Дим. Перед мальчиком полукругом раскинулась как настоящая черства иудейская земля, рыжие холмы на рыжем горизонте, неподвижный бездыханный мир, написанный на полотне, населенный неподвижными, но тем не менее как бы живыми трехмерными фигурами евангельских и библейских персонажей в розовых и кубовых хитонах, на ослах и верблюдах и пешком, и надо всем этим царила гора Голгофа с тремя крестами, высоко воздвигнутыми на фоне грозового неба с неподвижными зигзагами молнии. Распятый богочеловек и два разбойника, распятые вместе с ним, один одесную, а другой ушую, как бы висели с раскинутыми руками над небольшой живописной группой римских воинов в медных шлемах, украшенных красными щетками. Из пронзенного бока Христа неподвижно бежал ручье крови, голова в терновой венке склонилась на костлявое плечо. Римский воин в панцире протягивал на камышовой трости к запекшимся устам спасителя губку с мощной желчью и уксусом. Живот распятого был втянут под выступавшими ребрами грудной клетки и чресла стыдливо прикрыты повязкой. Надвигающая соплевая буря уже деформировала неподвижно раздувающиеся одежды евангельских персонажей и мальчику уже трудно было дышать полотняным воздухом панорамы. Может быть, тогда, именно тогда зародилась мечта нарисовать цветными карандашами нечто подобное величественное бессмертное. Красные щетки медных шлемов римских воинов распятые на крестах пир в садах гомелькара. — Тогда подпишите и не будем терять времени. Он взял деревянную ручку с обкусанным концом, обмакнул пиро в чернильницу и торопливо, как будто бы стараясь поскорее отделаться от жизни, подписался и сразу почувствовал минутное облегчение, а потом, двигаясь в обратном направлении, очутился в полуподвале с беленными известью стенами, еще довольно ярко освещенным сквозь щели дощатых щитов светом уходящего дня. Полно знакомых и незнакомых, а над ними семиэтажная громада дома, казавшегося днем мертвым, а теперь постепенно оживавшим. В нем как бы зашевелились какие-то неизвестные откуда появившиеся люди, может быть, на каком-то этаже начала заседать тройка? Не исключено, что оглашались списки. Пишущие машинки стучали наперебой. Товарный вагон полуподвала, где при жалком свете электрической лампочки слабого накала сидели, лежали и стояли фигуры знакомых и незнакомых, уносил его все дальше и дальше, от дома, от дачи, от жизни в непознаваемую область с остатками кирпичной кладки поросшей бурьяном. Тень бронепоезда с погашенными огнями, как бы с тяжелыми вздохами, медленно двигалась мимо разрушенной водокачки. Угольки сыпались из-под дувала, скупо освещая диктерно-черные шпалы, пахнущие крезутом. Каким-то образом становится ясно, что бронепоезд, прорываясь сквозь фронты, везет на юг особо полномочного почистки органов от проникшего туда врага. Карающий меч революции в руках на ума бесстрашного. Бронепоезд приближается, рельсы несут его все ближе и ближе к городу. Таинственная деятельность уже явственно ощущается во всех семи этажах. С наступлением ночи она усиливается. Тяжелое предчувствие охватывает товарный вагон полуподвала всех знакомых и незнакомых. Коридор полуподвала ворвался топот многих ног. Одна с другой отпираются двери камер. Приближается голос произносящей фамилии знакомые и незнакомые по списку. Прокудин фон Дидерикс Сикорский Николаев Ралли Венгражановская Амельченко Пронесет или не Пронесет Не Пронесло. Щелкнул замок. В щели полуоткрывшейся двери тускло блеснула кожаная куртка, наплечные ремни, кубанка, ручной электрический фонарик. Зайчих свет-то побежал по листу бумаги с треугольной печатью. из камеры с вещами Карабазов Вайнштейн, Нечипоренко Вигланд Венгражановский. Неужели их тоже? Он замер. Вот сейчас сию минуту произнесут его фамилию, тогда все кончится безвозвратно и навсегда. Но нет, на этот раз его не вызвали. Других из маяка тоже не вызвали, значит, их очередь еще не наступила. Вдруг случится чудо и очередь их никогда не наступит. Те же, чья очередь уже наступила, вели себя по-разному. Полковник Вигланд в английской шинели, имевший на нем вид халата, сидевший в углу и безостановочно остротивший по-английски свой дневник, преждевременно седой, дурно подстриженный, быстро дострочил начатую фразу и спрятал заветную тетрадку глубоко под шинель. Вероятно, он надеялся, что в конце концов его записки каким-то образом попадут в руки потомков, как важный исторический документ, его имя произнесут рядом с именем знаменитого Лоуренса Аравийского, гордостью британской разведки или, быть может, даже рядом с именем Уинстона Черчилля, потряхивая серым хохолком на маленькой головке с выпуклыми склеротическими английскими глазами, солдатским шагом он прошел мимо ручного электрического фонарика и скрылся в темноте коридора. Приказчик мануфактурного магазина Карабазов в легкой коротенькой поддевочке долго копался в своем узелке, укладывая остатки сахара, кружку, ложку, салфеточку, оттягивая время и шея его над вышитым воротом русской рубахи венозно покраснела. Побыстрее не копайтесь. Вайнштейн как только услышал свою фамилию до неузнаваемости переменился в лице. Поднял согнутые в локтях руки и как бы жеманно вытанцовывая фрейлахс на цыпочках осторожненько, осторожненько с ничего не видящими безумными глазами протанцевал в коридор в полголоса напевая сильным акцентом каустическое сода, каустическое сода, как бы желая отстранить от себя эту проклятую каустическую соду, спрятанную в подвале и теперь отнявшую его жизнь. Штаб с капитана Вяна Гржановски в студенческой тужурке и длинных шевровых сапогах гордо закинул в голову, как две капли воды, похожей на свою младшую сестру, вышел из камеры с дрожащей улыбкой, отбросив в сторону недокоренную папироску. Фон Дидрихс суетливо раздавал на память остающимся в камере мелкоэлегантную чепуху, замшевый кошелек, шелковый платочек для наружного кармана, портсигарчик, маленькую фотографию девушки с испанским гребнем в прическе, обручальное кольцо, долго не снимавшиеся с пальца, и по его курносому курлянскому носику ползла аквамариновая слезинка, блеснувшая в луче электрического фонарика. Он стоял недалеко от двери в третьей танцевальной позиции, окаменевшей, с помраченным сознанием, загадавшей, что, если он не шелохнется, не вздохнет, не сдвинет ног с третьей позиции ни на один сантиметр, ни на волосок, то его не вызовут. Если же хоть чуть-чуть шелохнется, то сейчас же услышит громко произнесенную свою фамилию, и тогда уже будет все кончено, и он навсегда перейдет в ту непонятную ужасную область, откуда нет возврата. Нет возврата. Снилось ли им в эту ночь что-нибудь? Какие-нибудь сны? Они и сами были сновидениями. Они были кучей валяющихся на полу сновидений, еще и не разобранных по порядку, не устроенных в пространстве. Урожай реформы. Ни в аду, ни в раю, ни в чистилище, нигде. Преодолевая угловатые препятствия чудило сым, польские части, перевалив за раздельную, приближались к станции Гниликово-Дачное. Они уже освобождают сортировочную. Они непростительно долго путают среди железнодорожных тупиков, закрытых семафоров, обратно переведенных стрелок. Морской десант прыгает прямо с барж в прибой, десантники по грудь в пене, подняв над головой новенькие винчестеры и ручные пулеметы черной вороненой стали устремляются на Моздорфский пляж. Но водоросли и множество медуз мешают им бежать. Вымокшие английские шинели горчичного цвета с трехцветными шевронами на рукавах стесняют движения. Движения угрожающе замедляются. Неужели они не успеют взять штурмом семиэтажный дом, где все время что-то происходит? Их и без того непростительное замедление осложняется присутствием мамы, папы и его жены Инги с маленьким белым шрамом на губе. Теперь, как и тогда она была старше его, не девушка, не барышня, молодая женщина, опытная и страстная, которая силой взяла его, не отпуская от себя ни на шаг и не давая ему вздохнуть, и он слышал запах ее тельняшки и рук сильных, как у прачки. Она повелевала им, как будто была не женщина, а мужчина. Женщина был он. Их сожитие доставляло ему мучительное наслаждение, вытягивая из него все жилы, издававшие при вытягивании виолончельные звуки хроматической гаммы, переходящей во что-то церковное, панихидное, творящую песнь. Они сопровождали таинство их бракосочетаний в какой-то незнакомой пасмурной церкви. Она была одновременно и его жена, и его мать, которую он совсем забыл, а теперь вдруг вспомнил. Она печально стояла возле него с лицом неразличимым под траверной вуалью. А он, остываясь ее сыном, в то же время был как бы своим собственным отцом, мужем, матери, в белом галстуке и во фраке с серебряным значком присяжного поверенного на шелком лацкане. И перед ними стоял вышедший из царских врат священник в траверной ризе и ко всему этому примешивалось ощущение коварства, погубившее всех. Священник помахивал кадилом, но делал это без всякого одушевления. И кадильный дым был без запаха, это давало понять, что жизнь висит на волоске. Он этого не понимал, это понимала лишь его мать, у которой сердце трепетало, как белая бабочка, улетающая из церкви наружу через разбитые окошко в куполе в поисках спасения. Лариса Германовна с отчаянием отбрасывала мысль, что все уже свершилось, и она опоздала. Море, или заметное за деревьями парк, а за семиэтажным домом, куда она так и не могла проникнуть, кипело, как масло на раскаленной сковородке. И оттуда вместе со звуками жаренья доносился запах гниющей тины и мертвых мидий, выброшенных на берег. Десятки способов спасения сына приходили в ее воспаленный мозг, но ни один не подходил. А между тем она чувствовала, что есть какой-то один-единственный, но верный способ, но он ускользал из ее сознания, подобно забытому слову, выпавшему из памяти, но оставившему неразборчивый след. Это слово есть. Оно существует, но оно забыто. Стоит только сделать усилие, и оно вспомнится, и вдруг, как забытое слово, возник перед ней еще неопознанный и не обозначенный словом человек с отторгнутым именем. Спаситель сына. Пока еще человек и его имя существовали отдельно друг от друга. Лариса Германовна уже предчувствовала их слияние. Сперва явилось имя. Оно явилось как бы из ничего, Серафим, и тут же это имя слилось с человеком. Человек обрел форму. Серафим — лось. Да, да, именно, он, писатель, он, несомненно, когда-то бывал у них на даче, даже читал что-то свое революционно-декадентское, он всегда появлялся внезапно и так же внезапно исчезал. Ходили темные случаи, что он бомбист, боевик. В его профиле было действительно что-то горбоносо-лосиное, сахатое. Он сидел, согнувшись над маленькой портативной пишущей машинкой Эрика, западающей буковкой О и выскакивающей над строчкой буковкой К. Он с такой силой стучал по стершимся клавишам, что буквы насквозь пробивали длинную почти клозетную бумагу. Он сводил счеты с русской революции. Он писал о себе, придумав для своего героя многозначительную фамилию Неизбывнов. Комиссар временного правительства Неизбывнов, это звучало прекрасно. Он мучительно переживает развал русской армии. Стоя в окне своего салон-вагона, Неизбывнов видел сон наяву. Я в сегодняшнего дня, месяцев восемь тому назад, была бы совершенно невозможной, даже и во сне, под крышей мансарды на Рю-де-Сонте, куда Париж как бы в насмешку или в назидание, и по учению русским пришельцам на один конец бросил в сумасшедший дом, а на другой в ночные улицы, заполненные этими господами в косоворотках и нелепых шляпах знаменитую тюрьму Сонте, из ворот которой иногда по рельсам возили гильютину, так как по закону казни должны были совершаться не в стенах тюрьмы, а публично на площади. Сон наяву. Сон странный и временами непостижимый, где одно видение, не успев обрисоваться, уже рождало другое более сумбурно и, оплетаясь третьим, десятым, сотым, чертило огромный круг, куда таинственная, кем предназначенная судьба, бросала все новые и новые звенья. Это здорово, подумал Серафим Лось. Именно звенья и продолжал долбить по шатким клавишам. Каждое звено было отлично от другого, как разнились сибирские каторжные тюрьмы от Сорбонны. И каждое звено не подходило к другому, как не подходил арестантский бушлат к кимоно крошечной гейши в нагасакках. Ну, не че еще жли насчет нагасак. И как омерзительно выскакивает над строчкой буква К, портив все впечатление от стиля, а буква О выбивает бумажные белые и черные кружочки, осыпая мои колени, черт бы их побрал. Движение мысли несло его в обратную сторону, и он махнул рукой на маленькие досадные помехи, печатая не на машинке. А почему бы, собственно, не гейша? Но не слишком немного звеньев. Он чувствовал их переизбыток, но не мог уже остановиться. Он торопился. Вечерний свет острым углом проник в комнату, полную махорочного дыма. Надо успеть достукать голову до наступления темноты. Электричество было выключено. И ковался, ковался загадочный круг, сточали буковки пишущей машинки, таща за собой словно назло всему земному разумному на время неразумного Нерчинский острог и Черемховский рудник с вагонетками и тачками и номер петербургской астории с бомбой в чемодане якобы английского инженера Джона Уинкельтона и кандалы и лодку душегубку плывущую вниз по муру к океану к Азии к воле и смертный приговор выслушанный в здании военного суда. Лось передохнул отряхнул с колен бумажные кружочки. Две ночные парижские кафе возле рынка и карцер узкий как гроб откуда кажется не выйти живому и кридор Смольного из залы Таврического дворца и знамена 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 красная как кровь человеческая и толпа на Невском и салон-вагон комиссара временного правительства салон-вагон дался мне целом вагон а все-таки приятно вспомнить зеркалами фарфоровым псильвизом в голубых с золотом великокняжеских гербах измученный обалдевший он выкрутил из подвалика три листка переложенных дрянной копиркой которая уже не пачкала пальцев и увидел стоящую в дверях женщину даму которая кинулась к нему и схватила за руки ради бога только вы один можете его спасти вы были на каторге вместе с этим Маркин он вытер рукавом френча слезящийся от напряжения глаза в его голове в его лице в его носе в самом деле было нечто лосиное хотя серафим лось была всего лишь партийная кличка литературный псевдоним а на самом деле он был глузман ему все еще казалось что его куда-то уносит салон вагон и что женщина стоит в дверях этого салона за окнами которого проносится метель паровозных искр сначала он не узнал Ларису Германовну так она постарела но придя в себя вспомнил дачу картину в садах гамилькара и понял что речь шла о ее сыне да да конечно сейчас же торопливо сбормотал он слепо с уясп пуглом мы с Максом были на каторге даже вместе бежали он нашел в углу среди сора свои деревянные сандалии сунул у них босые ноги и они побежали по улицам уже освещенным закатным багрянцем у него был мандат действительного члена общества политкоторжан тогда почти каждая бумажка называлась мандатом она открыла ему двери губчика вчера по приказу Маркина не в гараже а прямо во дворе среди бела дня расстреляли двух оперативников укравших во время обыска золотые часы и бриллиантовую брошку Маркин до сих пор не мог успокоиться перед его глазами неустранимо стояла картина допроса а потом казни они оба стояли перед ним еще живые но уже без поясов без сапог переминаясь босыми ногами с ракушками отросших давно не стриженных ногтей больших пальцев потом уже во дворе они повалились в разные стороны а из стены на них посыпалась кирпичная пыль у Маркина был неистебимый местечковый жаргонный выговор некоторые буквы особенно шипящие свистящие и цокающие он произносил одно вместо другой как бы с трудом продираясь сквозь заросли многих языков русского еврейского польского немецкого его бурая шея стала еще более бычей чем на каторге но тогда голова его была наполовину выбрита а теперь густо заросла жесткими пыльными волосами с рожеватым оттенком здравствуй глазман сказал он без удивления ну что до сих пор здравствуешь и церствуешь в кабинет толкнув дверь коленом вошла молодая женщина в юбке клеш с небольшим шрамом на губе обеими руками она прижимала груди тяжелый громадный ондер вуд увидев что в кабинете посторонний она поставила машинку на стол отчего звякнулись звоночки и кинув на серафима лосе острый взгляд леденцовых глаз порочно опушенных тенистыми ясницами вышла из кабинета плотно притворив за собой обитую клеенкой дверь неужели на этом допотопном ундервуде печатаются проскрипционные списки подумалось ему не нравилось что маркин назвал его глузманом но надо было терпеть заварки нет сказал маркин кипяток есть будем пить с ландринками он протянул на ладони с резко прочерченными черными линиями судьбы три разноцветных ландринки лось выбрал и положил в косой рот с давно нелечными зубами одну ландринку как бы отлитую из бутылочного стекла а малиновые и желтые шарики оставил для маркина деликатность принятой на каторге у тебя сидит один юноша началось а ты откуда знаешь что он у меня сидит перебил маркин произнося слово знаешь как знаешь и слово сидит как щадит ко мне приходила его мать ко мне она тоже приходила но я ее приказал не пускать а твой юноша юнкер член контрреволюционной организации сегодня мы их всех ликвидируем лось помертвел макс я прошу тебя во имя нашей старой дружбы ты просишь чтобы я его выпустил он произнес выпусти ради твоей матери ведь у тебя тоже была мать замолчи была у меня матери не была какого черта ты пришел сюда ковыряться в моей душе еще неизвестно чем ты занимаешься у нас в тылу может быть ты работаешь по заданию Савенкова мечтаешь устроить у нас Ярославль вот я сейчас вызову коменданта и он поставит тебя к стенке я уже давно разоружился ага осознал свои политические заблуждения так почему ты не идешь работать к нам стал обывателем эх ты а еще бросал бомбы в губернаторов когда-то мы давали друг другу клятвы дружбы вряж я не давал никакой клятвы вспомни напильник может быть ты посмеешь отрицать что напильник достал я напильник достал ты смущенно пробомотал Маркин так подари мне жизнь этого мальчика заткнись и я застрелю тебя на месте на месте он произнес как на месте он вырвал из кобуры наган уходи кровь бросилась в лицо лося в нем заговорил старый боевик эсар стреляй подлец сказал он сквозь зубы стреляй в своего товарища по каторге если тебе хватит совести Маркин швырнул наган на стол и опустил глаза опустить глаза значит встаться да я ж слава спросил лося не обманешь моя слава железо на подоконнике продолжали сохнуть корки пайкового хлеба по закопченному в солдатскому бачку с остатками засохшей ячной каши ползали синие мухи на куски газетной бумаги продолжали блестеть вещественные доказательства золотые часы и бриллиантовая брошь но имей ввиду глузман крикнул Маркин вслед уходящему лосю если ты хоть раз попадясь мне на глаза я не посмотрю что мы когда-то вместе были на колесоке мои враги солнце заходило трудно дышалось кабинет уже начали проникать предвечерние тени перед глазами лося все еще стояла убитая горем женщина он видел как голого юношу с родимым пятном под лопаткой со сливочно нежным телом вталкивают в гараж только он один мог его спасти и он его спас он дал слово его выпустят сказал лось Ларисе Германовне которая продолжала неподвижно стоять на том самом углу где он оставил ее на углу под акации увешанной ремешками стручков она стала мелкой и часто по-дамски креститься потом рванулась схватила руку лось и стала осыпать ее поцелуями Лариса Германовна ради бога что вы делаете сновидение уже уносило ее вдоль пустынной улицы вон из города вдоль заржавевших рельсов дачного трамвая она иногда присаживалась отдохнуть на станционной скамейке вделанной в бетон или просто на обочине поросшей бурьяном сознание ее меркло душа отдыхала хотя в товарном вагоне полуподвального помещения начиная со вчерашнего утра до наступления сегодняшнего вечера покорное ум помешательства охватило всех кто был там заперт и все их душевные силы сосредоточились на до единственной неподвижной мысли успеет ли несуществующий десант высадиться в люсдорфи и займут ли поляки сортировочно незадолго до вечера когда вертикальных щелях косых дощатых щитов еще слабо золотилось навсегда уходящее солнце их стали вызывать по списку он услышал свою фамилию произнесенную так отчетливо что сомнений быть не могло когда сознание его прояснилось он увидел себя уже как бы в другом измерении большой комнате все еще освещенной уже почти розовым послезакатным светом перед ящиком старинного фотографического аппарата громоздкого на колесиках с медными винтами и куском черной материи брошенной на его потертую гармонику цепнотифозный запах вокзала смешивался с кислой вонью вираж фиксажа но все это не имело значения взяв за плечо его водили туда и сюда распоряжаясь им уже не как живым человеком а как скульптурной моделью человека сядьте сюда поверите голову выше подбородок выше не дышите затылок уперся в железную скобу высокого штатива тот самый старик который кажется уже один раз когда-то очень давно снимал его ходил перед ним устанавливал объектив на фокусное расстояние полы синего халата развивались но когда-то на нем был бархатный жакет и галстук бантом карапузик с ямочками голенький веселенький лежал перед ним на подушке с кистями это был тоже он все вызванные по списку были разъединены фотографировали каждого по одиночке анфас и в профиль голова твердо упиралась в скобу штатива изжал винт внимание выдержка 10 секунд не моргайте смотрите прямо в объектив снимаю опытная рука мягко сняла черную крышечку и держа ее изящно на отлете описала мягкий круг также мягко прикрыла объектив в увеличительном стекле которого успели отразиться все три окна пустынной комнаты и опять фотограф с головой ритуально покрытый черной тканью полез на него своим полированным ящиком одноглазым как циклоп анфас и в профиль как преступника впрочем он ведь и был преступником он не знал какой у него профиль говорили что греческий папа всегда говорил господа не правда ли у моего мальчика артистический профиль аполлона профиль мой овал лица материнский у него был несколько выдающий затылок теперь этот затылок упирался в железную скобу затылок преступника неужели в этот затылок сегодня вбежит пуля но пока еще был желтый давно не натиравшийся паркет тускло отсвечивающий восковым после закатным светом давайте и следующего а это пусть подождет может быть придется делать дубль время перестало существовать так вокруг уже чернела ночь пахла петуней и они все сидели в открытой беседке недалеко от гаража где уже заводили мотор грузовичка лампочка слабого накала под жестиным кружком освещала всю эту картину по списку он был восьмой два первых уже исчезли их вещи кучи лежали на газоне стукнуло два выстрела тупо поглощена кирпичной стеной он почти и не услышал этих выстрелов он плыв небыстро и немедленно с усилием продвигаясь в трудной среде неподвижного пространства за полуоткрытыми воротами гаража проводила странная работа прежде чем ему следовало войти туда наступила еще не имеющая протяженности пауза необходимая для того чтобы он успел раздеться как будто это был не гараж а купальня на краю безбрежного пространства его товарищ по реальному училищу имя которого вдруг выпало из памяти уже голый с гусиной кожей на груди неожиданно рванулся в сторону от гаража побежал по клумбе с петуниями фосфорические белые телом его схватили из носа его потекла кровь он поник его подхватили под руки и понесли обратно в гараж боже мой неужели они хотят то же самое сделать со мной неужели мне тоже надо раздеваться он бы такой нежный с материнским овалом лица с греческим профилем красавца-отца с кисточкой шелковистых волос на затылке над той мягкой ямочкой которую нянька называла врушкой белая бабочка сердцебиения с зигзагами прилетевшей из степи кружилась возле Ларисы Германовны она открыла глаза и с удивлением увидела над собой серебристый песок млечного пути большую медведицу хрустальную цепочку ориона она неожиданно заснула когда над степи еще дотлевала заря а теперь было темно и тихо и она благодарила создателя как бы повисшей над ней вселенной за жизнь дарованную мальчику легко сказать двенадцать верст туда да двенадцать обратно да опять двенадцать туда двенадцать обратно отружные ноги горели огнем и опухли она сбросила порванные ботинки и пошла босиком а небо уже отделилось от моря выпала роса и она с наслаждением ступала босиком по мокрой полыне когда она подошла к своей даче уже третьи петухи пели с просонья хриплыми голосами она едва добралась до постели легла не раздеваясь ее снова достиг глубокий сон во сне полный мучительных видений в которых участвовали не только знакомые и незнакомые люди но также неодушевленные предметы и отвлеченные понятия принимавшие странные формы эвакуация являлась в виде полурусалки полуцыганки увлекаемой по фиолетовым волнам ионического моря человеком совсем не похожим на бросившего ее мужа отца сына однако именно он красавец в адвокатском фраке золотые запонки золотое обручальное кольцо одновременно этот человек был ей также и сыном которого уже не полурусалка она сама увлекала из госпиталя на дачу для того чтобы спасти от смерти она продолжала бегать в город на базар очень невыгодно меняя домашние вещи на хреб и на сало она за бесценок сбывала подпольным перекупщиком спекулянтом меха и драгоценности даже обручальное кольцо лишь бы выходить мальчик она опускалась старела нищала она с трудом узнавала себя в зеркале хотя все время продолжала оставаться хозяйкой своего разоренного дома дачи над высоким обрывом поросшим по лынью откуда открывался широкий но слишком пустынный морской вид прислуга разбежалась некому было убирать комнаты оставался только садовник немец неизвестно откуда появившийся глухой старик из колонистов все время возившийся своими теперь же бесполезными садовыми инструментами полубезумный старик с головой нич в наши дни и воздух пахнет смертью она конечно лучше других знала недостатки своего мальчика душевную вялость избаловность она понимала что он совсем не талантлив юноша дилетант из богатого дома однако в его характере были и доброта и нежность и доверчивость слабые порывы к красоте но в то же время какая-то умственная неустойчивость у него не было взглядов как наяву так и во сне она продолжала его любить страстно отрешенно с той силой слепой материнской любви которая составляла смысл и жизнь о как счастлива она жила вдвоем своим выздоравливающим мальчиком на даче который еще не успел реквизировать он быстро поправился толстел с коротко остриженной головой по целым дням он писал натюрморты и пейзажи им были увешаны все стены на его комнате студии она примирилась с изменой бросившего ее мужа сын заменил ей все революция какое дело на революции она была счастлива с ее плечи свалились заботы связанные со зваными обедами с ведением большого хозяйства из друзей и знакомых почти никого не осталось все обижались с белыми а те кто остался например военный врач сосед по даче старались не показываться отсиживались по домам ожидая десанта наконец-то она получила возможность вести образ жизни свойствен ее возрасту пожилая женщина мать единственного сына занятой черной домашней работой продажей вещей доставанием продуктов уходом завоздоравливающим сыном ее сон был наполнен блаженным сознанием что сын спасен однако сновидения были тревожны они неудержимо несли ее все дальше и дальше от успокоения которого она так жаждала минуя все прекрасное что сияло вокруг нее море степь луну похожую на дневном небе на слабый отпечаток пальца ее уносило навстречу неизбежному горю сын который все время был рядом с ней вдруг исчез он ушел из родного дома и поселился в городе это исчезновение сына повторяло свое сновидение несчетное количество раз со всеми подробностями хотя было все очень просто и даже как бы предопределено судьбой он исчез пропал подобно тому как выпадает из разрушающей своей памяти хорошо знакомое но вдруг забытое слово иногда она ходила пешком в город она не могла понять какая сила увлекла его в город переставший быть самим собой чуждой полной опасности кажется он объяснил ей что зарегистрировался в губ военкомате и стал на учет как бывший юнкер имеющий гражданскую профессию художника он прошелся по приморскому бульвару над опустевшим портом ведущий более опустевшего одичавшего моря во сне уносившем ее за пределы собственной жизни она продолжала жить жизнью сына его впечатлениями его чувствами она перестала быть собой она стала им своим мальчиком его поразил вид торгового города лишенного своей торговой души вывесок витрин банков меняльных контор оголенного без планирующей публики на тенистых улицах бульвар в своей целомудренной обнаженности город показался ему новым прекрасным выступила неповторимая архитектура освобожденная от наслоений вульгарной торговой рекламы ему понравилось дневное малолюдство улиц казалось что праздность навсегда изгнана из города где царствовал освобожденный труд это было так ново что он и сам почувствовал себя не только обновленным но как бы фтаично рожденным он поступил на работу в изогид и стал писать агитационные плакаты ежедневно ходить с дачи в город на работу было утомительно он получил ордер на комнату в городе он не подумал что оставляет мать одну для него начиналась новая жизнь а для нее это был удар который она с трудом перенесла теперь она осталась одна и ходила по пустой даче по неприбранным комнатам где всегда гулял ветер то морской то степной однажды она пошла в город навестить сына и понесла ему веревочные кошелки фунта абрикосов вымененных на журной челки она застала его в маленькой комнате вдвоем с незнакомой молодой женщиной он смутился молодая женщина с первого же взгляда не понравилась Ларисе Германовне она показалась ей слишком привлекательной свободно держалась была старше Димы и что особенно неприятно называла ее мальчика не Димой а вульгарно Митей а главное она была старше его что-то зловещее чувствовалось в этом неравенстве возраста нет это не была обычная материнская ревность хотя ревность тоже присутствовала нет она чувствовала в подруге сына нечто необъяснимо опасное женщина низшего слоя может быть даже бывшая горничная чуть ее не обманывала Лариса Германовна питерская горничная из богатого дома пошедшая в революцию лариса МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тревога не оставляла Ларису Германовну даже теперь, когда сын ее был спасен. Да, он был спасен, но опасность еще не миновала, мало ли что могло случиться после того, как его выпустят. Она оберегала его от превратности революции, а он тем временем уплывал на лодке вместе с какими-то будто бы хорошо ей знакомыми людьми через Днестр на противоположной берег, где в предутреннем тумане темнели густые прибрежные камыши и слабо маячили фигуры румынских пограничников. Теперь он был уже в полной безопасности, но навсегда потерян для нее, и это было невыносимо тяжело. Почему же он бросил ее одну, не взял с собой? Это уж был вещий, материнский сон. Провидение того, что ожидало сына в неизмеримо далеком будущем. Чем дальше его уносила смерть, тем вернее он к ней приближался. Но, боже мой, какое-то длительное приближение! Оно измерялось годами, десятилетиями, войнами, революциями, поражениями, победами. Рушились и возникали новые государства. Велась кровь, в разных частях земного шара гибли миллионы. Мать и сын неслись рядом в пространствах сновидения, не имеющего никаких опознавательных знаков. Он старел на ее глазах. Он уже превратился в почти незнакомого шестидесятилетнего старика, сизой щетиной на все еще красивом удлиненном материнском лице с неизгладимыми отпечатками всех возоблуждений, может быть, даже пороков. Две клячи тащили конку по несвойственным ей рельсам, без действующего электрического трамвая, ввозя его в безнадежно обратном направлении. И под звуки серенады брага, которые вытекали из-под вилончельного смычка, как приторный фруктовый сироп, он с горечью понимал, что уже никакая сила не может его вернуть обратно. Вокруг него уже пахло лагерной дезинфекцией и сосновой смолой госпиталя, где он лежал на нарах один-одинешенек. В окнах, вделанных высоко над потолком и забранных решеткой, виднелось небо Северной России, которая представляла само совсем чужой заповедной страной, виднелось хвойной зелень степи. На соломенном матрасе возле него лежала коробочка детских акварельных красок, мензурка с бурой водой, кисточки и лист бумаги, где он начал и никак не мог закончить по-детски старательно вылизанный морской пейзаж с дачей на обрыве, маяком и большим облаком, как-то по-итальянски отраженном в воде. Дача была не вполне дописана, и сделать передний план у него не хватало сил, он обливался потом. Слабая попытка вернуть детство, юность, прошлое. Он все время вспоминал мать, с которой они сначала неслись в незнакомом пространстве, а потом она вдруг пропала за остатками обрушенной кирпичной стены и больше уже не появлялась, хотя была где-то рядом, и он всюду ее искал, но всякий раз, когда чувствовал приближение к ней, его уносило в обратную сторону. Иногда он видел ее вдалеке, недосягаемую, бегущую в город в стопнанных ботинках с веревочной кошелкой, с абрикосами, ее, бедную маму, могилу которой он так и не нашел, когда вернулся в родной город вместе с чужеземными войсками. Ночь из Аиды, свернутой в рулон, трясла с поисковерканным дорогам войны в неуклюжем, тягостно-сером немецком грузовике с брезентом верхом. Лунный свет, разлившийся по таинственным водам Нила, казался ему тем самым лунным светом, которым он любовался в юности собры возле Люсдорфа. Очень яркая полуночная луна сияла серебряными озерами по голубым айвазовским просторам, но только вместо силуэта маяка, чернили силуэты финьковых пальм и две далекие пирамиды, одна побольше, другая поменьше. Начальство относилось к нему неплохо. Будучи много лет театральным художником в эмиграции, он научился хорошо писать декорации и теперь оформлял спектакли лагерной самодеятельности. Он часто вспоминал о Боге, в которого опять верил горячо, как в детстве. У него на груди, под бязевой рубахой на тесемочке, висел образок его ангела-хранителя. Он молился на этот овальный эмалиевый образок и со слезами на потухших глазах целовал его. Он был уверен, что это Бог карает вас за грехи и со смирением принимал Божий гнев. Он думал о своих брошенных мальчиках, которые уже теперь должны были быть взрослыми, мужчинами, если они еще существуют. Где они теперь? Простят ли они его когда-нибудь? Знают ли они о его существовании? Иногда ему являлся отец небольшого роста, седоватый красавец с серебряной бородкой, хорошо поставленным адвокатским голосом. Он декламирует на открытой террасе стихи О'Гюстер Барбье, как бы предсказывающий судьбу его мальчиков. Свобода женщина, но в сластрасче щедрым избранникам верна, могучих лишь одних своим приемлет недром могучая жена. Он был слаб, защитен, он умирал, задыхаясь от кашля, грубо раздирающие его легкие, с розовой пеной на еще красивых губах, на соломином тюфике, с залитым кровью, хватая за руки лагерного врача в халате поверх военной формы. Его уносило туда, где мама склоняла над ним печальное лицо. Геромик появился и пропал папа. Белый жилет, обручальное кольцо, золотые запонки, где два маленьких мальчика в панамках, двойняшки Кирилл и Мефодий с крашенными ведерками в руках бежали босиком возле Констанции по песку золотого пляжа, на который языками наползает кружная пена Черного моря. Кто-то взял его некогда за плечо и повел, но не в гараж, а в другую сторону, в то время как за его спиной через небольшие промежутки стучали винтовочные выстрелы, и он понял, что жизнь его спасена, и в тот же миг умер на руках у матери. Эта смерть во сне была очень странной, потому что тот незнакомый с темным лицом опустился вниз по множеству лестниц и подошел к ангелу смерти, который держал в руках список. Находясь как бы уже по ту сторону жизни, Дима, тем не менее, все видел и слышал, но только не мог понять смысла происходящего. «Хорошо, выстрел пойдет в кирпичи, а юнкера мы покажем, как выведено в расход, но имея в виду...» Даже в темноте Дима увидел подозрение, мелькнувшее в фосфорических глазах ангела смерти. Предплечеще побаливало от укола, который ему сделали в комнате с белыми стеклянными шкафами и клеенчатой лежанкой. На бугристом лице Маркина еще лежала тяжелая тень ночи, но уже светала. Он велел Диме встать и повел его вниз по множеству лестниц, кухонных и парадных по просторным коридорам. В подвале надо было идти долго, согнувшись под толстыми трубами отопительной системы, но, наконец, впереди забрежил утренний свет, и они очутились наверху. Во внутреннем дворике возле кирпичной стены, покрытой плащом плюща, в котором пряталась маленькая потайная дверь. Маркина открыла ее своим ключом. Она взвизгнула и стонала, как живая. Уходи и больше не выпадайся. Маркин грубо вытолкал его на улицу, наполовину покрытую еще ночной тенью Александровского парка, до сих пор не переименованного. И Дима пошел, куда глаза глядят. В то время как мать его несла навстречу ему, но их пути не пересеклись из-за какой-то разницы во времени. И вот уже их уносило друг от друга в пространствах утреннего города, пережившего страшную ночь. Она давно уже ничего не ела, но не чувствовала голода, только божественную невесомость. Если бы не тяжесть опухших ног, обутых в старые туфли, найденные в чулане, она бы могла лететь, как бабочка. Половину пути до города она прошла пешком, а потом ее подвезла на подводе бабы из сухого лимана, вершие сал в обмен на мебель. Лариса Германовна слезла с подвода у вокзальной площади и дальше опять пошла пешком. Город показался ей враждебным. Три человека стояли возле афишной тумбы и читали газету, так что наклеенную возле старой афиши Аиды еще не высохли потеки клейстра. Один из считавших газету показался ей знакомым, но она не могла вспомнить, кто он. Ее испугала почтительность, с которой он постранился. Она подошла к тумбе, стала читать список расстрельных и вдруг наткнулась на имя сына. Сначала она не поверила своим глазам и подумала, что это галлюцинация. Она еще раз стала медленно читать сверху вниз список и снова наткнулась на имя сына. Под списком было напечатано, что приговор проведен в исполнении. Она хотела закричать, но успела только открыть рот. она очнулась в аптеке. Собрав последние силы, она побежала к Серафиму Лосю. В ее помраченном сознании теплилась надежда, что все это как-то еще можно исправить, повернуть время в обратную сторону. Смерть сына не могло осилить ее воображение. Серафим Лоси, окруженный сизым охорочным дымом, колотил пальцами по клавишам. Вечером в соседнем флигеле он присутствовал на заседании дивизионного комитета. Председатель солдат с усеченной головой и бельм на выкате, задыхаясь и кашляя. Серафим Лоси явно видел солдата с усеченной головой, но какое-то имело значение теперь, когда уже прошло два года, в России советская власть, и он сам, бывший левый эсер боевик теперь разоружился и стал свободным художником, а обывателем, хотя все еще продолжает сводить счеты с отвергшей его революции. «Его убили!» крикнула с порога. «Список в газете!» Серафим Лоси посмотрел на нее воспаленными слезящими со глазами. «Этого не может быть! Макс дал мне слово! Вам показалось!» Она ухватилась за эту мысль. «Может быть, ей действительно показалось или не так прочитало?» «Ее состояние-то вполне возможно просто галлюцинация!» «Или вообще никакой газеты не было, и афишной тумбы тоже не было, ничего не было!» Серафим Лось положил голову на клавиатуру машинки. Пересиливая сердечный приступ, он стал шарить по столу, отыскивая дигиталис, дать слово товарищу по каторге и обмануть! Чудовищно! Невероятно! Если эту правду он убьет Маркина, задушит собственными руками!» Она бежала по улице, желая как можно скорее убедиться, что Лось прав, и все это ей показалось. Она обошла вокруг ближайшей афишной тумбы и не нашла на ней ни аиды, ни газеты. Лось был прав, и газеты, и список не были чем плодом ее расстроенного воображения, о, если бы это было так! Она побежала к следующей афишной тумбе, но тумбы на обычном месте совсем не было, пустое пространство, как сон во сне, когда предмет вдруг исчезает бесследно и непонятно существовал ли он вообще. Надежда вспыхнула в ней с новой силой. Она засмеялась от радости и побежала дальше, желая убедиться в своей ошибке. Сновидение несло ее по невидимым рельсам мимо афишных тумб, на которых не было и следа газеты. Но все же надо было окончательно удостовериться, иначе невозможно жить. Она стала разыскивать ту самую тумбу, на которой увидела проклятую газету за списком. Она была уверена, что этой афишной тумбы вообще не существовало. Она выздоровела. Никакой тумбы больше нет и не будет. Она пойдет к сыну и убедится, что он жив и уже на свободе. Когда даже она еще издали увидела ту самую афишную тумбу на углу против аптеки, где ее приводили в чувство, то она подумала, что это сон, и она сейчас же проснется. Сон во сне. Приблизившись, она увидела Аиду и наклеенную рядом газету, уже успевшую пожелтеть на солнце с засохшими потеками клейстера. Она заставила себя вплотную подойти к тумбе. Газетный лист оказался как раз на уровне ее глаз. Стараясь читать как можно внимательнее, она повела близорукими глазами сверху вниз по столбцу набранному четким цицеру и сразу же наткнулась на имя сына. Она обернулась к людям, окружавшим тумбу, желая каким-то образом удостовериться, что все это ей ж кажется, но, увидев почтительно опущенные серые лица, поняла, что это не во сне, а на самом деле, хотя все-таки и во сне. На этот раз она не закричала, не потеряла сознание, а только аккуратно поправила пыльную шляпку и, не оборачиваясь, пошла ровной механической походкой по тротуару, мощеному синеватыми плитками итальянской вулканической лавы столетней давности. равномерным шагом она возвращалась на дачу рядом с заржавленными рельсами мимо трамвайных столбов, иные из которых были согнуты, а иные пробиты пулями. Почти все дачи были заколочены и покинуты, однако кто-то из дачи владельцев остался, надеясь на скорую перемену. Сидя на скамейках перед калитками, они прислушивались к отдаленной пушечной пальбе, похожей на убивание ковров. Вести о вчерашних расстрелах уже дошла до них. С молчаливым почтением они кланились Ларисе Германовне, и она тоже молчаливо, с раздирающим сердце достоинством отвечала на их слишком глубокие поклоны. Она казалась спокойной только один раз, когда она проходила мимо маяка, ее лицо исказилось. Солнце уже висело совсем низко над степью, красное, как взрезанный арбуз, когда она дошла до своей дачи, так красиво стоящей над обрывом. Это был последний час ее жизни. Но задолго до этого часа список уже успел прочесть весь город, кроме Димы. Рассудок долго еще не возвращался к нему, а когда наконец вернулся, он, потеряв всякое представление о времени, вспомнил, что надо пообедать, и пошел в столовую. Все головы повернулись к нему, словно в дверь вошло привидение. Он не придал этому никакого значения, как всегда помахал рукой товарищам, художникам и зогита. Они молчали. Он все еще не понимал их молчания и неподвижности. Надо было не молчать, а радоваться, что его оправдали и выпустили. Но они молчали, и трудно было постигнуть смысл их молчания. Что это? Испуг или недоумение? Может быть, ужас? Его жена Инга уже кончала свою ячную кашу с каплей зеленого машинного масла, теперь аккуратно завертывала остаток пайкового хлеба в газету. Увидев ее, она негромко вскрикнула. Он подошел и сказал со слабой глыбкой, ты знаешь, меня выпустили. Ей показалось, что с ней разговаривает призрак. Тебя же расстреляли, сказала она. Не знаю, сказал он, меня выпустили. Читай, сказала она, развернула хлеб и протянула ему газету. Он увидел список расстрелянных и себя на восьмом месте. Его все еще слабый послесыпного тифа ум не мог понять странности. Он расстрелян, и вместе с тем он стоит в столовой и разговаривает с своей женой. Может быть, он действительно уже мертв, и все, что теперь происходит, есть всего лишь посмертное отражение отражение прошлой жизни. Не знаю, повторил он с недоумением. Она посмотрела на него пристально, и вдруг как бы молния подозрения скользнула по ее лицу. Кто тебя выпустил? Не знаю, какой-то человек, по-моему, это был Маркин. Тени ночи лежали на его бугристом лице. А-а-а! Почти с торжеством крикнула она, не стесняясь, что вокруг много обедающих. Я так и думала. Он бывший левый эсэр, значит, контра пролезла даже в наши органы, но мы еще посмотрим. Под ее голландкой он заметил пояс с потертой кобурой нагана. На его глазах она вдруг как бы превратилась в какую-то совсем другую женщину, ему незнакомую, злую, враждебную, и он понял, кто она была на самом деле и что она с ним сделала. Так это сделала ты, с трудом выговорил он, моя собственная жена. Тайны стало явным. А ты что думал, дурак? Подожди, мы еще разберемся. Ему казалось, что все это уже когда-то было. Полуциркульный зал с библейскими персонажами, с тремя крестами, над лиловатой горой. Неподвижная молния, неподвижно надвигающаяся из Аравии буря, неподвижно развивающаяся плащ, ударяющаяся юды. Потом он долго стучал в дверь квартиры, где он занимал по ордеру комнату. Наконец дверь открылась, и, увидев его квартирная хозяйка, жгучая еврейка, с преждевременной сединой в истине черных волосах в музейном капоте, застегнутом на горле английской булавкой, вдруг затряслась, как безумная, замахала маленькими толстенькими ручками и закричала индюшачьим голосом, «Нет, нет, ради бога, нет, идите отсюда, идите, я вас не знаю, я вас не имею понятий, вас расстреляны, теперь вас здесь больше не живет, я вас не помню, я из-за вас не хочу пострадать, убирайтесь». Она захлопнула дверь и через некоторое время приоткрыла ее и выбросила его по жидке, он, кое-как, связал их подтяжками, пошел прочь. От подушки, которую он прижимал к себе, от ее наволочки еще пахло кольт-кремом, которым Лазарева смазывала себе на ночь лицо. Он увидел вышитую гладью семейную метку и только тогда вспомнил, что у него есть мать, которая наверняка беспокоится. Он очень ее любил, но она выпала из его памяти. Все заслонило Лазарева. Он теперь ненавидел Лазареву, он понял, что мать его единственное прибежище, единственное спасение. То и дело, подбирая вещи, падавшие из узла, он вышел на улицу, и сновидение понесло его к маме мимо маяка, как бы стоящего на страже морского штиля. Его несло по заржавленным рельсам, заросшим бурьяном, и от подушки слащаво пахло женщина, которая его чуть не погубила. Откуда она взялась? В ситцевой юбке и клеш с головой, повязанной женодельским кумачевым платком, из-под которого выбивались кудряшки, она стояла в толпе, обступившей агит конку. Этот старый вагон конки отыскали в депо и пустили в дело. Художники из агита расписали вагон всеми жанрами изобразительной пропаганды. Две клячьи, знававшие лучшие времена, потащили почти исторический экспонат до революционного городского транспорта по рельсам бездействующего электрического трамвая. Один из самых древних работников губ трамм отто, бывший кучер конки, мобилизованный профсоюзом для исполнения своего гражданского долга, в день первомайского праздника не без труда раскрутил повизгивающий чугунный тормоз ударом ноги по круглой бляхи звонка, вделанный в пол, хлестнул по оклячьям с сохшими совожьями, щелкнул кнутом и агит конка покатилась по праздничным улицам. Солнце, молодая зельничья не успевших запылиться акацией и каштанов, сирень, светущая за градами особняков, гранитная мостовая, отливающая аметистом после вчерашнего ливня, тени домов, звуки военных и заводских оркестров, несущих солнце на своих медных геликонах кучки горожан, рискнувших выползти на свет Божий из своих наглухо запертых квартир, где они отсиживались в ожидании перемен, полотнище кумача, реквизированного на складах местных мануфактурщиков. Этот день не без удовольствия, вспомнила Инга теперь, когда все уже было кончено, и она получила в приказе благодарность за хорошо выполненную оперативную задачу, и вдруг оказалось, что он жив. Нет, она этого так не оставит, оказывается, измена проникла даже в органы. Расскаживая взад-вперед по большому ковру, еще покрывавшему номера люкс бывшей гостиницы Лондонская, уполномоченный Троцкого, прибывший в город на бронепоезде, прорвавшемся через махновские банды, слушал взволнованную речь Лазаревой. Лицо было мрачным. Как? Выпустить на свободу контрреволюционера, приговоренного к высшей мере? Они за это заплатят кровью. Измена с участием бывшего комиссара временного правительства, правого эсера Савенковца, это надо выжечь каленым железом. На ум бесстрашный привык, как Наполеон, мгновенно схватывать самую суть событий. До революции он был нищим подростком, служившим подручным в книжном магазине, где среди бумажной пыли, по ночам при свете агарка в подвале и за поем читал исторические романы и бредил гильотиной и робеспьером. Теперь его богом был Троцкий, провозгласивший перманентную революцию. Перманентная, вечная, постоянная, неутихающая революция. Во что бы то ни стало, хотя бы для того, чтобы пришло залить весь мир кровью. Ее надо утверждать огнем и мечом, ее надо нести на штыках и никакого мирного сосуществования. У него, так же, как у Макса Маркина, был резко выраженный местечковый выговор и курчавая голова, но лицо его было еще юным, губастым, сальным, с низкими прыщами. Для него не было никакого сомнения, что на лицо измена, проникшая в органы, что виновных четверо, бывшие эсэр, председатель губчика, комендант, не приведший в исполнение приговор, правый эсэр, серафим лось, и женщина, жена выпущенного на свободу и скрывшегося юнкер. До него мы еще доберемся, но сейчас, не откладывая меч революции, должен опуститься на эту четверку. «Боже мой, что вы говорите?» прошептала она. «Гражданка Лазарева, вы арестованы», произнес он железным голосом Троцкого и сделала легендарный жест сжатым кулаком сверху вниз по диагонали. И не успела Лазарева открыть рот, для того, чтобы оправдаться, как в номер люкс вошли двое в кубанках, взяли ее за руки. Она, не успев прийти в себя от изумления и ужаса, очутилась в полуподвале того самого дома, где работала машинистка. Она сидела на полу одна, запертая в маленькой комнате, где до революции хранились национальные флаги, а также стеклянные иллюминационные фонарики, которые в царские дни вывешивали на проволоке вдоль фасада. Она чувствовала, что Маркин и ангел смерти сидят в одиночках где-то рядом. Она понимала, что никакая сила не спасет ее. И были слишком хорошо знакомы порядке этого семиэтажного дома. Она видела косой дощатый щит на окне и золотистые щели, куда проникал вечерний свет, грозивший скоро померкнуть. Ее охватило то чувство обреченности и животной покорности, которое охватывает всех людей, попавших в этот полувагал. Угазающее сознание стремительно несло ее против течения, в манящую область невозвратного прошлого. Где похожий на громадного навозного жука виолончелист втащил на крышу конки стул, а потом свой инструмент, так же, как и он сам, напоминавший жука. И в то время, как вагон, подрагивая на несвойственных ему рельсах, тронулся дальше, из-под смычка стали вытекать густые, как сироп звуки серенады брага. А уличные мальчишки бежали за конкой, восхищаясь написанными на ее стенах пейзажами, восходящим солнцем, с символической фигурой свободы, красными фабричными корпусами, с кирпичными трубами и карикатурами на врагов советской власти. Среди артистов, фокусников, клоунов, агитаторов и поэтов в вагоне тряслись также художники из агита. Там же присутствовала и она. Не безумысла вскочившая в вагон на одну из площадок, она уже давно завела дружбу с художниками и поэтами и считалась, как тогда любили выражаться своим парнем. О ней было известно, что она работает где-то машинисткой, посещает софт-парт-школу, готовится в Свердловский университет в Москве и является большой поклонницей поэзии и живописи. Отчасти это была ее маска, но отчасти она и вправду любила людей и искусство. В ней все еще теплилось мещанское преклонение перед ними, перед их славой. До этого дня она не выказывала никакого интереса к Диме, он считался слабым живописцем, дилетантом чуть ли не бездарности, но на этот раз она сделала вид, что будто впервые заметила Диму, правильно навала его красивого, несколько удлиненного женственного лица, его греческий нос, нежную шею и мыську уже порядочно отросших волос на затылке под ямочкой вружкой. В те легендарные дни у молодежи было принято как бы немного играть во французскую революцию, обращаясь ко всем на ты и называя гражданин или граждан, как будто новорожденный мир русской революции стоял из Сен-Жустав, Дантонов, Димуленов, Маратов, Рабисперов. Здравствуй, гражданин, сказала она, ударив Диму плечу, садясь рядом с ним на решетчатую лавку конке. Привет и братство гражданка ответила. Она ему втайне даже нравилась, и она это чувствовала. Она продолжала держать свою непородистую руку с короткими, но красивыми пальчиками на его плече и заглянула ему в глаза. От нее пахло свежевыстиранной и выглаженной голландкой, заправленной в юбку под поясную ремнем с медной бляхой и выпуклым якорем. Митя, хочешь быть моим первомайским кавалером, спросила она. Он молчал в смущении. Молчание знак согласия, сказала она, взяла его под руку и прижалась, пропев ему на ухо в полголоса фразу из романца «Отдай мне эту ночь, забудь, что завтра день». Он заметил над ее глазом у самого нижнего века или даже на самом веке маленькую, как маковое зернышко родинку и даже не маковую родинку, а соринку. Эта соринка под красивым глазом решила его судьбу. Я от любви и похоти проник не только в его тело, но и в его душу. Душа тобой уязвлена. Его душа была уязвлена. Она только еще слегка попробовала силу своей женской власти, а он же был готов. Она удивила столь быстрой победе. Девичий румянь залил его лицо. Она добросовестно выполняла задание. Однако такая быстрая победа не могла и не польстить. Она принадлежала к числу тех женщин, которые сразу дают много с тем, чтобы потом взять все. Он потерял всякое представление о том, что с ним происходит. После первой ночи она стала появляться в его маленькой комнате внезапно, а также внезапно исчезать, как предмет исчезает во сне, иногда на несколько дней, в течение которого он сходил с ума от ревности. Вся его жизнь была у нее как на ладони. Несмотря на близость, он для нее оставался всего лишь юнкером, белогвардейцем, все же временами она испытывала к нему жгучую страсть. В день ликвидации группы Маяка ее отпустили с работы раньше времени, незадолго заката, как бы щадя ее чувствам. Чаще всего она оставалась всю ночь на работе, где спала на раскладушке в секретно-оперативном отделе, хотя в пассаже у нее был номер. Теперь она отправилась в этот номер и стала готовиться к завтрашнему уроку в софтпорт-школе, делая выпуски из капитала, стараясь не думать о том, что сейчас совершается. Она знала, что сейчас, судя по розовому цвету закатного неба, их начали фотографировать. Она не испытывала ни душевной тяжести, ни угрозений совести, ни жалости, просто революция уничтожала своих врагов. Но, как это ни странно, мне еще теплило сто сокровенное, женское, исконное, древнее, что отличает замужнюю от незамужней. Она еще в Питере успела прочитать ключи счастья вербитской и любовь пчел трудовых колонтай. Она была трудовая пчела, а он был трутень, она его уничтожила. Но, несмотря на все соблазны свободной любви, сознание своей женской полноценности, тайной гордости было сильнее. всякий она была с ним, если не обвенчана, то, по крайней мере, расписана. Какая никакая жена, он какой-никакой озаконный муж, и сегодня ночью его голого с родинкой между лопатками поведут в гараж и выстрелят в шелковистую кисточку волос на его затылке. Она хорошо знала, как это делается. Она была не в силах заниматься. Хотя бы это все скорее кончилось. Ни о чем другом она не могла уже и думать. Она выбежала на улицу. Ее понесло, как по рельсам, куда-то в обратную сторону. Она увидела утро первого мая и лавочные весы с медными чашками, на которых бывший меньшевик, а ныне беспартийный некто фамилии Кейлис, завхоз, лысый пожилой еврей в старорежимном люстринном пиджаке, когда антично взвешивал первомайские пайки жирного хлеба, надрезая его острым ножом, каждый раз опуская нож в ведро с водой, чтобы липкий хлеб лучше резался. Стрелка весов колебалась, как жизнь, и маленькие клейменные гирьки, мал-маломеньше, стояли, как дети возле весов, наблюдая за действиями Кейлиса, и восхищаясь, как безошибочно точно он оперирует с продуктами, отпущенными революцией для своих граждан в день первого мая. На этот раз революция расщедрилась, кроме двойного пайка хлеба, сурового сахарного песка в фунтике, свернутом из листка арифметической тетрадки, восьмушки турецкого табака, каждому трудящемуся еще полагалась бутылка красного вина у дельного ведомства, запечатанной сургучом. Вечером он она распил это лилово-красное вино в его комнатке, они пили его из одной кружки, они заели его ржиным хлебом с кисловатой каштановой коркой поспая его сахарным песком, это был их свадебный ужин, их первая брачная ночь. Она отгоняла от себя и никак не могла отогнать навязчивое вспоминание. Она стала быстро ходить по городу, из улицы в улицу стараясь не приближаться к тому дому, где совершалось последнее. К вечеру город сделалось еще безлюдним. Изредка слышался отрезок мотоцикла, везущего куда-то пакет с десятью с огучными печатями цветозапевшейся крови. Улицы, акации, дома были погружены уже в ночную теме. Кое-где в окне с незапертыми деревянными ставнями колебался дымный огарок масляной коптилки, фитилек из вата на краю блюдечка. И лишь в одном месте возле некогда людного перекрестка, рядом с витриной, где стояла хорошо известная пыльная чучела тигра, ярко светился шипящий электрический фонарь над входом в зал депеш, где по вечерам выступали политические ораторы, вывешивались последние сводки с фронтов гражданской войны, поэты читали стихи, а потом показывали какую-нибудь старую дореволюционную картину с верой холодной Маржухиным, чьи белые глаза с магнетическими зрачками отца Сергии встретили Ингу, пробиравшуюся на ощупь по набитому людьми залу. Прямо на эстраде перед экраном сесив босые ноги сидели мальчики и девочки из рабочих предместьей. Черный язык оборонной ленты слезал с экрана глаза Маржухина и тут же на ярко мелькающем экране показался худой измученной болезнью Ленин. Он ходит взад-вперед по начисто выметенному кремлевскому двору, по его мостовой и плитам между царь-пушкой и царь-колоколом. В стороне от него ходил Бонч Бруевич в драповом пальто, черной шляпе бородатой с раздутым портфелем подмышкой. И все это документально доказывало, что слухи о смерти Ленина вздор, что он жив, что он поправляется, доктора позволили ему выйти на прогулку. Прозрачный темный язык лизнул по экрану. Зажегся свет. Свет был ей невыносим. И она снова, как непрекаянная, выбежала на улицу, увидела над крышами созвездия летнего ночного неба. Наверное, ее мити уже нет на свете. Она пошла помучить на длинной улице, где изредка ее останавливали патрули, но у нее был ночной пропуск. Где-то с шумом проехал грузовик, заставляя дрожать стекла окон. Она представила, что это везут за город мертвые тела, покрытые брезентом, из-под которого торчит белое колено, может быть, даже его колено. Она прислонилась к черствому столу акации и укусила потрескавшуюся кору. Она оплакивала свою погибшую любовь, оплакивала своего метью, еще не зная, что он жив. Ее сознание мутилось, угасало, и, угасая, уносило ее в темной области пересеченной местности, где почти бесшумно и почти невидимо двигался бронепоезд, рассыпая поддувала раскаленные угольки. А медь уносила в обратную сторону, все по тем же заржавевшим рельсам трамвае, и уже неслабый отпечаток пальца на мокром акварельном небе сопровождал его, а полная луна над призраком маяка. Но что же это? Боже мой, как это назвать? Гараж? Не годится. Рельсы? Не годится. Роман сновидений? Нет, нет, что-то другое. Спящий? Но ведь есть какое-то название? Оно где-то рядом, как слово выпавшее из разрушающейся памяти. Чем ближе к нему подходишь, тем неотвратимее оно удаляется. Уже написан Вертер. Он прошел через террасу в коридоре при свете коптилки, которую он зажег, и нес перед собой в руке, как римский христианин в катакомбах. Попался на глаза пожелтевший от времени отцовский пикейный жилет с перламутровыми пуговицами. Прошел через террасу в гостиную, где при все усиливающем салонном свете проникавшем в венецианские окна блестел рояль с черным крылом. До сих пор еще поднятой крышкой, а на стенах скорее угадывались, чем виднелись знакомые картины в золочанных рамах, пейзажи южно-русских художников, друзей отца. И отдельно, особенно ясно выделялось розоватые облако на итальянском пейзаже кисти Лагорио. Само по себе это облако уже было Лагорио. Может быть, пытка памятью вариант воздушных путей? Лавируя среди знакомой мебели, обходя решочный трильяж с вьющими сыростениями, как бы повторявшими сплетениями своих стеблей звуки шопеновских вальсов, некогда звучавшей в этой гостиной. Он заглянул в спальню, где неясно золотились оклады венчальных образов и белели кружевные покрывала на двух супружеских кроватях его родители с никелированными шарами, отражавшими лунный свет. Матери в спальне не было. Он обошел все комнаты первого этажа и поднялся по лестнице в свою студию, где в окне стояла луна. При ее свете он видел фигуру матери, лежащую на такте за мольбертом. «Мама!» произнес он. Она не пошевелилась. Она лежала лицом вверх с открытыми глазами, отражавшими лунный свет. Он подумал, что она спит с открытыми глазами. Он осторожно тронул ее за плечо. Она не пошевелилась. Он коснулся губами ее ледяного лба, и ужасная догадка остановила его дыхание. «Мама!» умоляюще сказал он, тряся ее за плечо. Ее голова повернулась и осталась неподвижной на ковровой подушке. Он приложил ладонь к ее почерневшему рту, желая почувствовать его дыхание. Она не дышала. Он уже понимал, что в ней нет жизни, но не мог этому поверить. «Мамочка!» всхлипнув, как в детстве заговорил он, «Мамочка!» «Ну, мамочка же!» мамочка!» Всеми силами души он упраживал ее воскреснуть. На полу рядом с графином и стаканом лежал хорошо видный лист ватманской бумаги, остатков дореволюционных запасов. На бумаге обломком сиренево-пастельного карандаша было написано толстыми буквами «Будьте вы все прокляты!» Все, что она успела написать перед тем, как заснула. Синие тени вечного покоя лежали на ее лице со стекленевшими глазами, на ее босых мраморных ногах, покрытых степной пылью. Туфли валялись на полу вроде каблуками. Видно, они причиняли ядскую боль, и она их сбросила. Он смотрел на мертвую мать, не зная и не понимая, что теперь нужно делать. Он окаменел. Но вдруг потребность деятельности охватил его. Скорее за доктором, может быть, еще можно вернуть ее к жизни, ведь возвращают же к жизни утопленников. Через пустырь, заросший бурьяном, через колючую проволоку незастроенного участка, он выбрался на дорогу, куда выходила дача их соседа-доктора, военного врача, который служил в дворовольческой армии, застрял в городе и теперь отсиживался на даче в погребе, ожидая каждую ночь ареста. Каждый список в газете, в котором часто подались знакомые лица, сводил его с ума. Когда он увидел перед собой при лунном свете расстрельного сына Ларисы Германовой, у него помутилось в глазах. Путаясь в словах, Дима стал рассказывать, что случилось. Хотя доктор боялся выходить из дома, но для него все еще была священная клятва Гиппократа, которую он произнес в день окончания военно-медицинской академии. По даче ходил старик, садовник с головой Ницше, и в комнатах мелькали огнезайженных и расставленных огарков. Доктору было достаточно опытными пальцами опустить век Ларисы Германовны на глаз закатившим с зрачком. Достаточно было взглянуть на пол с остатками рассыпанных таблеток, на графин, на стакан, чтобы покачать головой и сказать Диме, что смерть его матери наступила по крайней мере три часа назад. Дима стоял на коленях возле тахты, целовал мрамором на твердые холодные материнские руки и плакал. А доктор в военном кителе со срезанными погонами фуражки и синим пятном от кокарды с докторским саквояжем в руке гладил его по ищеколючей голове, говорил, что ему надо как можно скорее скрыться или лучше всего бежать вместе с ним за днец в Румынию, на которое совсем недалеко, рукой подать. И все так делают, и у него, у доктора уже всё приготовлено и так далее. Пол был покрыт растёртыми ногами остатками таблеток веронала и кусочками пастельных карандашей бледно-еловых, бледно-розовых, бледно-голубых, бледно-зелёных, напинавших детство, пир в садах гамилькара и неподвижно надвигающуюся бурю, и неподвижные молнии над Голгофой с тремя крестами, и неподвижно развивающейся одеждой удаляющегося иуды. И в полуоткрытые двери гаража, где уже заводили мотор грузовика, и туда по очереди вводили четырёх голых людей, троих мужчин и одну женщину с несколько коротковатыми ногами и хорошо развитым тазом. В одном из мужчин было действительно нечто лосиное, то и других были уже безлики. Под голой электрической лампочкой слабого накала на клумбе петуней ночной красавицы недалеко от кучи снятой одежды стоял наум бесстрашный, отставив ногу в шевровом сапоге. Ему представлялось, что он огнём и мечом утверждает всемирную революцию, в то время как неодолимая сила сновидения насильственно уносила его в обратную сторону по пересечённой местности всё дальше и дальше от жизни неудержимо и беспощадно. Сначала мимо пыльного намёка на крыши буддийского храма, мимо пыльного намёка на верблюдов, мимо вращающихся громадных колёс двуколок, а потом он вдруг пронёсся мимо чёрной скульптуры и чаши итальянского фонтана посреди Лубянской площади и понял, что уже никакая сила в мире его не спасёт. И он бросился на колени, перед незнакомыми людьми, в чёрных, красных, известково-белых масках, которые уж держали в руках оружие. Он хватал их за руки, пахнущие ружейным маслом, он целовал их слюнявым, разъянутым ртом, их сапоги, до глянца, начищенные обувным кремом. Но всё это было бесполезно, потому что его взяли с поличным на границе с письмом, которое он вёз от изгнанного Троцкого к Радогу. Его втолкнули в подвал лицом к кирпичной стене, посыпалась красная пыль, и он перестал существовать. Хотя сновидение продолжало нести его спящего в обратную сторону непознаваемого пространства Вселенной, населённого сотням миллионов человеческих тел, насистенно лишённых жизней за одно лишь последнее столетие в результате войн, революции, политических убийств и казней, контрреволюции, диктатур Освенцумов, Хиросим, Нагасак, фосфорических человеческих тел, смешавшихся с водоворотами галактики, если бы не внезапная боль, как раскалённая игла, пронзившая коленный сустав, то она бы занесла меня в эти траурные звёздные вихри. Но боль вернула мне жизнь. Я, как бы всплыв из самых потаённых глубин сна на поверхность сознания, увидел нормальное солнечное переделкинское утро, вертикально проникающее в комнату сквозь синие полосы занавеска. Изголовье кровати было придвинуто к самому подоконнику. Я протянул руку, отвёл занавеску и увидел жаркое солнце и хвою. Рейсовый самолёт с грохотом проехал, как бы, по самой крыше. Я встал, всё ещё ощущая боль в коленном суставе, открыл окно. Открыть окно, что жилы отворить или ещё лучше того же автора. Наверное, вы не дрогнете, сметая человека. Что ж, мученики догмата, вы тоже жертвы века. 1979 год, Переделкино. Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok